Рыжий Ивановушка пишет мне, чтобы я подарки собрал домой, учитывая, что сам многодетный отец, у ведущего Владимира Соловьева тоже семеро или там сколько детей, у него от разных жен. У меня от одной. Это легко, от восьмерых жен по ребенку. У меня от одной. И вам нужно знать, это гораздо сложнее, потому что от одной, а не от двадцати. Вот он, Рыжий Ивановушка пишет, собери все подарки, они нужны, дома поедем. А это уникальный парень. Вот у кого вам нужно взять интервью, я вам его устрою. Он самый добрый парень на земле, учитывая, что до сих пор они популярны, 4 концерта в месяц, но уже не предмет ажитации, культивирования и так далее. Удивительно, как он просто до сих пор думает собрать детей, поехать в детдом, но давай без журналистов, пишет мне. Это же самое главное. Это мой Рыжий Иванушка. Вот почему я с ним 20 лет дружу. Он такой, как Атарик. Кому, как не Александру Любимову, это понять. Так, сейчас, секундочку, я отвечу Рыжим Ивановушке. Сколько? Одну тележку, две тележки, сколько? Вагон. Как я горжусь тем, что я могу что-то сделать для этого. Вы не представляете себе, какой? Катя Лель не представляет себе. Где-то даже без имен. Он говорит, это не будет имени твоего нигде. А он знает, что для меня это ничто. А мне имя не нужно, чтобы боготворительность за ним. Мне не нужно быть Владимиром Кресняковым, мазафака старшим, или мазафака младшим, или мазафака средним, чтобы люди узнали, кто это прислал. Плазму или кто-то. Для меня оскорблением будет, если об этом узнают. Подозрение тут же, чтобы он знал, куда слал, чтобы написала газета «Комсомольская правда». Или РБК «Ньюз», или «Ведомости». Я никогда, никогда, никогда этого не делал для того, чтобы... И мой друг тоже не делал. Просто, когда вы снимали программу, он позвонил, написал мне, у меня есть подарки для детей или нет. А там дети, безотцовщина, сироты. А вот еще предатель идет. Субтитры создавал DimaTorzok